25 августа в деревне Насекино Тюменского района откроется музей, экспозиции которого расскажет о жизни и быти крестьян 19-го начала 20-го веков. В этом доме, кстати, любил отдыхать знаменитый геолог Иван Нестеров и мечтал, что он станет музеем. Предметы домашнего быта, мебель, одежда, все это увидела и даже примерила на себя образ крестьянки Татьяна Воротилова. Мы с вами находимся в синяк крестьянского дома. Это холодное помещение, здесь хранили какие-то предметы, утвари. Как и полтора века назад, здесь прохладно, вокруг изобилия вещей из прошлого. Для чего они, сразу и не скажешь. Тайны хранят даже стены. Очень важная часть – это двери. Здесь очень высокий порог и низкий потолок. Когда приходили гости, они обязательно наклонялись, таким образом здоровались с этим домом. Крестьянские вещи собирали всем миром, приносили знакомые, что-то осталось от прежних хозяев. В итоге получилась история, которой можно делиться бесконечно. Как ткачихи создавали шедевры, передавали опыт из уст в уста. Женская работа, то есть вот таким образом гладили. То есть самый древний утюг. А потом появился чугунный, после – на углях, и теперь они на музейных полках. А вот русская печь – классика. Ой, как жарко. Погреться на такое сейчас – сказка. Хорошо. Нормально, тепло. В этом доме невозможно просто слушать историю крестьянского быта. Хочется погрузиться в атмосферу и немного пожить. Почувствовать себя работящей хозяйкой, мастерицей на все руки. И знаете, в таком образе все сразу получается. Каша из топора – то, что надо. Только на подворье надо дров наколоть. Современные крестьяне помогут. А пока горшок печи томится, мастера делятся секретами росписи. Такие узоры в Сибири были не только на тканях, но и бытовой утварей, избах. Создавать ковры тюменские тоже научат. Это черный фон, который символизировал черную благодатную сибирскую нашу землю плодородную. И яркие цветы. Зачастую это цветы были розы или маки. Здесь гостям и лапти предложат. Когда вы одеваете народную одежду, вы можете просто посидеть на природе и подумать. И у вас совершенно будут другие ощущения. От суеты городской можно убежать, скрыться. Ну, это как в кроссовках. Но только 150 лет тому назад. Лапти при желании плести научат. Из лозы, из бересты. Разные лапти, там и всякую утверь. Даже плели из корня соснового. А построить крестьянский дом здесь под силу даже ребенку. Осталось научить беречь прошлое. Для хозяев музея это теперь миссия. Таких старинных домов вблизи Тюмени почти не осталось. Татьяна Воротилова, Сергей Жирнаков. Тюменское время.